Великолепная игра Ведьмак 3, всего за 411 рублей, по ссылке в описании. Рекомендую, такую игру пропускать нельзя. А вы знаете, что у меня есть свой клан, и сейчас я активно провожу набор игроков в него. Если вы хотите оставить заявку, то переходите по ссылочке в описании, и вы сможете оставить заявку там. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси, и сегодня я хотел бы показать вам добротный бой на чётком танке АМХ 50Б на карте Степи. Этот танк по-прежнему гнёт неистово, показывает какие-то нереальные результаты, и постоянно на нём интересные бои получаются, которые я вам, конечно же, не прочь показать. И так, как вы можете видеть, игрок в начале боя решает пострелять по типу 62-му, и он его добирает, и ещё последний снаряд результативно попадает в Центриона. Ну, конечно, так немного рискованно было стоять на таком танке, всё-таки присутствует три арты в этом бою, но АМХ решил не двигаться особо и пострелял эффективно. Ну, и как вы можете видеть, огромное скопление союзников на этом фланге. Вот уже маякует арта, что на другом фланге всё совершенно пусто, там никого нету, кроме ИС-8. И если его уничтожат, то, естественно, противники поедут уничтожать потом всю арту, поэтому она и маякует. Но пока что этот раш оленей продвигается в атаку и засвечивается Объект 261. Но он успевает уехать, и наш герой решает последний выстрел использовать в Т-54Е1. Потом игрок осознаёт, что это как-то глупо вот так с этим стадом ехать, потому что это ни к чему хорошему не приводит, как правило. Он откатывается немного назад, занимает новую позицию. Всё-таки есть возможность пострелять по врагам, которые светятся на центре. Но их не очень хорошо тут видно, потому что они прячутся за всякими там препятствиями. Игрок подъезжает чуть ближе, засвечивается вафли, он наносит два раза ей урон. При этом противник как-то умудрился промазать, даже не зная, как это у него получилось. Ну и наш герой понимает, что нужно ехать и дефить свою базу. Он же не олень, который просто едет вперёд, и заднего хода у него совершенно нет. Но уже тут особо и помогать некому, потому что всех разобрали предсказуемо, арту порезали. И теперь остаётся только стрелять по врагам, которые смело идут в атаку. Но нужно, конечно же, и базу свою дефить, потому что противники могут её захватить. В этой суматохе получилось уничтожить 110-ку. Ну и игрок продвигается на более выгодную позицию для стрельбы по противникам. Засвечивается ИС-7, Лёва и также ИС-3. Хорошо, что вернулся хотя бы один союзник. Кто-то хотя бы в команде понимает, что нужно дефить свою базу. Лёва промазал, и весь барабан прилетает ему с уроном. Но не повезло, не хватило Альфы, последнего выстрела, чтобы его добрать. Остаётся всего один захватчик ИС-7. Он по-прежнему надеется захватить базу. Хотя и так понятно, что никаких шансов у него нет. Он поворачивается на британца, тем самым подставляет свой борт Аймыксу. Просто суперграмотное решение. И в итоге два раза он урон получает. Это ещё ему повезло, что он на чита танки ИС-7, которые частенько вытанковывают вот такие вот снаряды в борт. Хотя все другие остальные танки, ну не советские, наверняка бы получили урон там ещё с поджогом. И семёрка снова появляется. На этот раз она начинает агриться на Аймыкса и пробивает его. Смотрите, какая суперчитерская броня. Ещё не с каждого выстрела удаётся его голдой пробить. Ну и Семё – это именно тот танк, который способен действительно держать удар. Осталось три противника. Е100, Ваффентрагер Е100 и Артам Батчат. При этом непонятно, где они находятся. Игрок решает не спешить. Выбирает он пассивную тактику. Посидеть и подождать врагов, чтобы они сами полезли и слились. Ну тактика хоть и не очень интересная, но зато результативная. Ну и как вы можете видеть, игрок всё-таки решает сменить позицию после того, как на центре засветилась вражеская ПТ-САУ Ваффентрагер Е100. И это стало для него сигналом для того, чтобы занять новую позицию, откуда будет удобно стрелять по противнику. И появляется Е100. Отвлекается он на британца и подставляет тем самым уязвимые места. И наш герой минусует противника. Но, к сожалению, уничтожают главного помощника этого боя, британца Кайрнарвана, который весь бой помогал, отвлекал врагов, дамажил их и уничтожал. И теперь приходится как-то игроку тащить одному. Но в очередной раз он пользуется своей замечательной скоростью, едет на центр. И отсюда подсвечивает и обнаружилось Ваффентрагер Е100. Игрок её дамажит, она медленно поворачивает лишь башней. И в итоге весь барабан в неё входит и отправляется она в ангар. Ну и осталось найти последнего противника арту. Вот она промазала. Игрок проезжает дальше. У неё есть ещё несколько выстрелов, потому что это барабанная арта 10 уровня. Не стоит про это забывать. Вот она появляется, начинает подниматься. Игрок её продамаживает. Она стреляет куда-то в небо. И далее наш герой её добирает. Давайте посмотрим на результат этого боя. Итак, медаль защитник за сбитие захвата, медаль основной калибр и медалька воина. Очень даже содержательный бой, я считаю, было интересно его смотреть. 10147 урона игрок нанёс и уничтожил он 6 вражеских танков. 1427 опыта получил, если считать без премиум аккаунта. С премиум, если считать, 2140 опыта. На десятках много опыта, как вы можете видеть, не дают особо. 70 тысяч серебра ему пришлось отдать за снаряды и всё остальное. Ну и в целом добротный бой. Спасибо, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока!